Это будет сатэ, моё любимое летнее блюдо. Его, конечно, можно делать и зимой, просто тогда овощи, в частности баклажаны, существенно дороже. Кабычок, помидорка с перцем чили и красным, и зелёным. Люблю острое. Лук с чесноком. Болгарский перец, жёлтенький для контраста. Мясо, ну можно делать без мяса, веганскую версию тоже очень вкусно. Баклажан, естественно, и много разных специй. Соль, сахар для вкуса чуть-чуть. Имбирь, гвоздика, разные виды перцев горошком. Тмин, зира и вот это кориандр. Кориандр путаю с кардамоном. И листик лаврушки. Ну а зелень будет уже добавлена в конце, когда блюдо будет готово. Мясо слегка обжаривается с луком и чесноком. Теперь можно добавить кабачок и баклажан. Мясо слегка обжаривается с луком. Сверху высыпаем помидоры с перцем вместе. И сюда же добавляем все наши специи. Сахар или не хочет высыпаться. И можно сделать огонь поменьше. Сахар будет просто его не потушиться. Теперь слегка перемешиваем. Если сковородка небольшая, то достаточно просто разровнять овощи. И потом накрыть крышкой. Накрываем крышкой. Они будут тушиться и сами дадут сок. Минут через 10 можно уже нормально перемешать. Овощи дали сок, уменьшились. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Накрываем крышкой снова. Пусть тушится дальше. Еще минут через 10-15 заходим, смолдываем наш СТЭК. Его сложно испортить. Вряд ли оно подгорит, потому что, видите, овощи дают сок. Но можно, в принципе, добавить воду отдельно. Перец я добавляю последним. Он готовится очень быстро. В этом образовавшемся соусе. Снова накрываю крышкой и иду сидеть в интернете. Почти готово. Точнее, в принципе, уже готово. Смотря, какую степень готовности овощей кто любит. Добавлю чуть-чуть водички. И пусть еще потушится, чтобы такой прям соус был. Думаю, все, СТЭК готово. Осталось его только охладить и поставить в холодильник, потому что уже больше 12 часов. В это время уже пора спать, тем более завтра рабочий день. И есть его я буду уже завтра. СТЭК